Приветствую всех на своем канале! Сегодня хочу предложить вам рецепт маринования слив. Получаются бесподобно вкусные, ароматные, с пряной ноткой специй. И они выходят не расквашившиеся, а вот такие плотненькие, упругие, прям рубиновые на цвет. Да и маринад в сливах очень вкусный получается. Его можно добавлять в соусы к мясным и рыбным блюдам, в коктейли, выпечку, что придаст интересный вкус блюду. Что нам потребуется для этого рецепта, вы сейчас видите на экране. Сливы сюда подойдут уже более культурных сортов, такие как венгерка, кабардинка, стенлей. Коньяк в рецепте очень желателен, с ним вкус получается намного интереснее. Выход из этого количества слив ровно 4 баночки объемом по 0,7 литра. Итак, сразу подготовим маринад. В кастрюлю выливаем воду, уксус, коньяк и доводим до кипения. Уксус здесь лучше использовать яблочный, он не дает резкий запах и привкус уксуса, но функции свои выполняет. В закипевшую жидкость высыпаем сахар и все это доводим до кипения. В другую кастрюлю выкладываем чистые, твердые, плотные, не переспевшие сливы и высыпаем подготовленные специи. Лавровый лист, душистый перец, черный перец горошком, гвоздику. Кипящим маринадом заливаем сливы. Они сразу всем маринадом не покроются, но это не страшно. Постепенно сливы выделят свой сок и маринада будет достаточно. Накрываем крышкой и оставляем так часов на 8. Затем сливаем в кастрюлю и слив маринад, кипятим его и кипящим маринадом снова заливаем сливы. Как видите, маринада уже более чем достаточно и вот так мы проделываем в течение пяти дней. Утром, а затем вечером сливаем маринад в кастрюлю, кипятим его и заливаем кипящим маринадом сливы. Вот это у меня уже сливы на третий день. Видите, какие они уже стали, слегка съежились, уплотнились и какие они уже делаются вкусные. Кастрюлю для того, чтобы кипятить маринад, лучше брать широкую, чтобы больше жидкости испарялось и даже подержать немножечко кипящим маринад на плите можно, минут пять хотя бы. И вот на пятый день сливаем маринад, ставим его кипятиться, а сами раскладываем сливы по чистым банкам. Я банки не стерилизую, ведь сливы мы туда складываем, далеко не стерильные. Раскладываем по три лавровых листика в каждую банку, равномерно раскладываем сливы по банкам и если получается, то и специи тоже распределяем по банкам более-менее равномерно. Ну и заливаем кипящим маринадом, закатываем банки и убираем в теплое место до полного остывания. И вот такая красота у нас получилась. Вкус у слив, конечно, бесподобный. Рецепт, как видите, очень простой в исполнении, ну правда долгий, но если честно, он того стоит.